Девушки отдыхают Норма наша 835 человек, которые я должна проверить каждый месяц, снять показатели, я должна сообщить людям о долгах, которые есть У Михаила Тимошенко долгов нет Так что милости просим, хоть у Булгаз, хоть сам Газпром Алексей Борисович, я знаю, что вы комментировали ситуацию по Украине, как обстоят дела и что планируется в ближайшее время На этом совещании премьер-министр России изучал планшет, разминал пальцы и даже пробовал их на вкус В общем, всем видом выказывал заинтересованность, так что же там с Украиной? Отказываются, за газ отказываются оплачивать Украина полностью не заплатила поставки газа за август месяц Сумма составляет 882 миллиона долларов Мы пошли на то, чтобы подписать дополнение к действующему контракту и продлили оплату до 1 октября Но на сегодняшний день в счет оплаты поставок за август денег не поступает Я же не говорю, что у нас все безоблачно Если бы у нас все такая погода была бы, как сейчас на улице, хорошая, то, наверное, проблем бы не было Проблема есть, но они не являются какими-то критическими В общем, о долгах помнили, но счет именно теперь не ждали Сам же «Газпром» спокойно формировал эту задолженность Мы же понимаем, что до этой встречи в субботу эта задолженность еще не была критическая И о ней никто не говорил Эта встреча в Сочи длилась 5 часов Содержание беседы главы украинского государства с главой государства российского осталось за кадром Раньше на подобных рандеву повторяли путинские тезисы Таможенный союз выгодно, Евросоюз убыточно Только счет за газ Украине выставили именно после сочинского тет-а-тет Такое совпадение Никакого политического подтекста в их действиях нет Почему оно так выникло, это вопрос? Ну, может, кто-то там не выдержал никакой ситуации Кто не выдержал первым, теперь неважно, пора платить по счетам Я просто знаю, что, например, если не заплатишь за один месяц И в тебе борг вырастет на два месяца То, что для отдельно взятой семьи аксиома Для всей страны задача, которую надо решить Долг растет, но кто кому должен? То есть, конечно, Украина в лице нефтегаза должна России, в лице Газпрома почти миллиард долларов Однако больше двух миллиардов нефтегазу должны теплогенерирующие компании А им государство в лице правительства не доплатило компенсацию за субсидии А это большая часть внутреннего газового долга У России всегда есть несколько вариантов развития событий Тем более, это же Украина должна Так что теперь утром деньги, вечером стулья Если не согласитесь, отключим газ К этому варианту особенно чувствительны в Европе Но сначала Украину переведут на авансовые платежи То есть, наперед заплатите, например, за миллион кубометров А потом получите газ Ничего нового, просто бизнес Они к нам все время обращаются, например, за кредитами Ну, в конце концов, если у них вот такие продвинутые отношения с Евросоюзом Что, наверное, неплохо Потому что у нас тоже хорошие отношения с Евросоюзом Пусть и кредитуются в Брюсселе Мне кажется, это нормально абсолютно Те спекуляции, которые происходят На поле того, что это какая-то там газовая война 2 или 3 Никакой газовой войны не будет Но на всякий случай, министр энергетики успокаивает Украина выдержит любую осаду Газа в хранилищах 18 миллиардов кубометров Всем хватит Практически 5 миллиардов из закачанного газа Или почти половина То есть, принадлежит не компании «Накнефтегаз» Таким образом, то есть, не компания «Накнефтегаз» Будет определять, когда и как этот газ будет использован На решение долгового вопроса с «Газпрома» Министерство энергетики отвело «Нефтегазу» 2 дня Нет, ничего не оплатили Не оплатят будет аванс, предварительная оплата Которая вводится на основе действующего контракта Но пока Москва имеет полное право в любое время потребовать предоплату за газ Эксперты предполагают, что в этом, кроме политических мотивов Вроде вступления Украины в таможенный союз Есть и экономический контроль над газотранспортной системой Украины У Бориспольского отделения Киевоболгаза претензий к потребителям почти нет В принципе, непогано. Людей переплата 300 гривен А вот Россия поставила Украину на счетчик 6% годовых на остаток долга Уже накапало почти 8 миллионов долларов Борис Иванов, Павел Холодов. События недели